Я начала обращать впервые внимание на свой вес лет в шесть. Я оказалась от еды на протяжении трех дней. Внутренне я была бесконечно одинока. Мысли о похудении у меня появились лет в десять, наверное. Мне казалось, что сейчас я худею, и все будут меня любить. Все в моей семье достаточно худые люди. Видимо, я родилась какой-то не такой, потому что я была не то чтобы пухленьким ребенком, но видно, что не такого злосложения. Бабушка садила меня на диеты. Постоянно прикалывала меня в том, что я пухлая, что у меня большие щеки. В школе я была изгоем, потому что я была анархисткой. Я презирала школьную форму, я красила волосы в синий цвет. Мне это вроде как бы нравилось, но это ведь и страшно тоже. И плюс я была бесконечно одинока. Мне казалось, что если я похудею, тогда меня больше будут принимать люди. Мне было достаточно тяжело находиться самой собой и, соответственно, в своем весе. И в 13 лет начала активно прям худеть. Мне кажется, как и у многих, у меня все началось с группы по типу типичной анорексички. Там были всякие мотивационные фразы из серии. Ты не ешь, ты молодец, если ты поел, то ты плохой человек, ты там свинья и прочее. Я сидела в этих пабликах, на уроках, в машине, когда засыпала, когда просыпалась. Первым делом я шла читать эти фразы. И это очень сильно, на самом деле, капало на мои мозги. Сударство должно узнать про эту пропаганду. Оно должно ее просто увидеть, что оно, ну, вообще-то убивает очень много людей. Я начала ходить на легкую атлетику, причем я на легкую атлетику каталась на 500 калорий в день. Мне нравилось чувство голода, да, потому что оно давало мне ощущение, что я сильная. Если я сегодня не поела, то, значит, я и завтра не поем. И если сначала это было как ощущение внутренней силы, то потом это стало привычкой. Расстройство пищевого поведения – это заболевание психики, которое проявляется страхом перед едой, невозможностью поддерживать нормальное функционирование организма, нормальное питание своего тела. Чаще оно начинается в среднем подростковом возрасте. Диеты очень страшные. Сегодня день, там, питьевой, завтра день овощной, третий день, там, вообще ничего не едим, не пьем. Я перестала воспринимать обычный прием пищи как что-то обыденное. Для меня пища в какой-то момент просто стала врагом. Постоянная, непрекращающаяся борьба. И вот это съесть, не съесть, съесть, не съесть, не съесть. Что съесть? Сколько я съела сегодня? Были такие моменты, когда я раз в день ела, там, не знаю, 100 грамм овощей, больше ничего не ела вообще. Человек хочет есть, но он боится еды, он боится боли, и он боится чувства вины, которое возникнет после того, как он ее съест. Когда я пыталась восстановиться, сильно наелась, настолько, что у меня живот был, как у женщины на девятом месяце беременности. Это было очень больно. И я лежу, и я говорю, нет, мне нельзя очищаться, мне нельзя очищаться ни в коем случае. Я просто лежала на полу, потому что мне было жарко, одновременно холодно, у меня пот тек. И я так, наверное, час лежала просто в слезах, с этим огромным животом смотрела в потолок, вообще ничего делать не могла, не двигаться, ничего. Потом не сдержалась, все-таки пошла и очистилась. До диет я весила, вот в максимальном сумме весе 65 килограмм, минимальный вес был 45 килограмм. В общей сложности я скинула где-то килограмм 16-17. Когда я решила, что я похудею, я взвесилась в восьмом классе, была 63 килограмма. Дохуделась я, 20 килограмм скинула, 43 было. И все мне говорили, что вот ты такая худая, ты прозрачная, такая красивая. А я выпиваю стакан воды и падаю в обморок. Тело для того, чтобы получить энергию, разрушает внутренние органы, съедает само себя. И гормоны снижаются, и выработка ферментов, синтез ферментов очень резко снижается. У меня пропали месячные после похода к гинекологу. Сказали, что у меня в 15 лет матка к 5-летней девочке. Расстройства пищевого поведения классические. Они развиваются на фоне гормональной перестройки организма. И понятно, что эта гормональная перестройка, она у женщин отличается от мужчин. То есть, вероятно, действительно женщин больше. Но почему при диагностике мы видим 90% женщин и 10% мужчин, очень неоднозначный вопрос. Я думаю, что страдают в основном женщины, потому что есть женская гендерная социализация. Нас просто воспитывают так с самого детства, что ты должна быть там всегда опрятной, всегда такой-то красивой, в хорошей форме, там уметь готовить, прочее, прочее. Должна быть девочкой, ты должна быть красивой, стройной. Иначе ты не найдешь себе мужа. В Инстаграме мы видим идеальных женщин, мужчин, детей, стариков. В идеальной форме, с идеальной кожей, с идеальными лицами и пропорциями. Это все имеет довольно мало отношений к развитию болезни. Болезнь развивается на фоне особенностей центральной нервной системы. И если этих особенностей нет, болезнь не разовьется. Какое бы социокультурное давление, какое бы оно не было. Я приехала впервые в Петербург, я сама из глуши. Я помню, как я стояла в Эрмитаже, и как мне было страшно от того, что я только что поела. Я до сих пор помню этот ужас. Когда я не сдала математику, у меня был сильный нервный срыв, и я просто просидела целый день дома, вызывая рвоту. Я очень много ела, потом шла вызывать рвоту. Это заметила мама, и мы пошли к психологу, разобрали корень проблемы, почему все это началось. В тот момент я прям начала выходить в ремиссию. Я отлично знаю, что если я сейчас начну худеть, при том, что у меня с мозгами сейчас все в порядке, при том, что я себя принимаю, у меня съедет кукуха напрочь, потому что РПП никуда не уходит. Мне кажется, что говорить о болячках открыто – это важно. Это показывает, что мы меняемся, и мы готовы бороться со своими всякими страхами и комплексами. Тем, кто сейчас в этом находится, и кто не знает, что делать, я посоветую не бояться следовать своим чувствам. Потому что если ты чувствуешь, что с тобой что-то не так, то, скорее всего, с тобой что-то не так. Расстройство пищевого поведения абсолютно излечимы. Нет никакой причины мучиться, болеть и страдать. Можно выздороветь, вылечиться и вернуться к полноценной жизни. И вот в этом такой парадокс, что можно умереть, а можно на 100% выздороветь. Субтитры создавал DimaTorzok